Всем привет, меня зовут Андрей Шкили, добро пожаловать на канал Blender Family. Подождите, проверим. Левый. Правый. Кто смотрел первый выпуск, фишку понял. Напишите в комментариях, разобрался я в итоге или все-таки до сих пор так и не разобрался. Что ж, а теперь сегодня у нас на очереди второй урок по VFX, в который мы продолжаем погружаться в эту тему. Сегодня мы более детально разберем ручной трекинг в Blender. Потрогаем новые настроечки, разберемся для чего они нужны и что они делают, и как добиться максимального качества трекинга. Это возможно сделать только ручками. А также мы с вами поговорим о коллизии. Как воссоздать сложную реальную геометрию, но в 3D. Чтобы наши 3D объекты учитывали реальное размещение объектов. И также потрогаем даже с вами немного симуляций. Сегодня мы с вами будем делать рекламу для Почта России. А почему именно для нее, поймете к концу видео. Это случайно получилось. Ну а перед тем, как мы начнем, нам необходимо получить чуть-чуть теории, чтобы лучше понимать, что происходит. Это будет недолго. Итак, погнали. Первое. Мы с вами помним, что трекинг это отслеживание. Оно может быть любым. Это может быть отслеживание объекта, или же это может быть отслеживание движения камеры. Но за счет чего происходит это отслеживание? Давайте разбираться. Мы с вами находим контрастные точки в нашем видео. Ставим на них трекер, и он ищет эту точку в каждом следующем кадре. Когда мы создаем с пару десятков таких трекеров, минимум для отслеживания камеры их нужно 8, по крайней мере в Блендере. Соответственно, Блендер на основе их движения уже может просчитать вектор движения камеры, фокусное расстояние за счет искажения перспективы между этими точками. Искажение объектива. В общем, все необходимые вещи для верного отображения реальной камеры, но в 3D. И теперь ключевой момент. Как выглядит и как устроен один отдельный трекер? Что ж, трекер это вот такая вот точка, которая следит за чем-нибудь, и он состоит из трех частей. Первая часть — центральная точка. Вторая часть — это малая область вокруг этой центральной точки. И третья — большая область вокруг малой области. Соответственно, точка и две области, поменьше и побольше. Для чего они нужны? Предположим, нам необходимо найти контрастный участок на видео и установить в его центр малую точку. Малая зона вокруг этой точки будет обозначать участок видео, который Блендер запомнит и будет искать в дальнейших кадрах. А большая область — это та зона, в рамках которой он будет искать участок из малой зоны. Таким образом, для качественного трека нам необходимо корректировать размеры этих областей. Например, я буду иногда щелкать, но извините, этот текст как-то надо весь прочитать. Надеюсь, не записывает. Например, если камера движется быстро, то области может не хватить, чтобы найти нужный участок, так как малая область в следующем кадре откажется за его пределами. Как это решить? Просто увеличиваем вторую область, и теперь мы можем найти наш паттерн в следующем кадре. К сожалению, этого нельзя делать до бесконечности, то есть увеличивать область поиска, поскольку чем больше сам участок и зона его отслеживания, тем ниже будет точность, так как будет больше колебаний. Но мы научимся находить с вами золотую середину и корректировать эти параметры в процессе трека. Второй момент. По какому принципу мы отслеживаем трекер? Итак, у нас есть несколько вариантов. Первый вариант — по локации. Это вот так, просто движение вправо, влево, вверх, вниз. Второй вариант. По локации и ротации. Это как первый пункт, только добавляется поворот влево и вправо. По локации, ротации и скейлу. Это как первый и второй пункт, плюс добавляется увеличение и уменьшение. Это нужно, если мы, например, ходим и приближаемся или отдаляемся от чего-либо. И четвертый пункт. Вот тут поинтереснее. A fine некий. Этот вариант трекера ищет перекос и растяжение нашей области. Сложно объяснить, но вот так вот это выглядит. Это, кстати, является лучшим вариантом для отслеживания в большинстве случаев, но каждый случай уникальный. Поэтому мы будем комбинировать разные способы трекинга. Окей, ну и последнее. Это трек по перспективе. Он будет отслеживать плюсом четыре крайние точки и поймет искажения перспективы и лучше угадает движение камеры. Вот так вот просто. А теперь на секундочку прервемся. Если вам нравится тема 3D, Blender, Motion Design, VFX, тогда залетайте ко мне на курс. Blender, он вот-вот стартовал. Или, возможно, вы смотрите этот ролик сильно позже и скоро уже новый поток. Проверьте. Ссылочка в описании. Там мы еще глубже разберем эту тему VFX. И не только. Там есть продуктовка, motion, художка, весь пайплайн студийного производства, рекламы и так далее. В общем, курс очень крутой. И это уже шестой поток. А с подробной программой можете ознакомиться по ссылке в описании. Ну и залететь, естественно, можете там же. И специально для зрителей моего канала мы сделали промокод FAMILY6, по которому вы получаете скидку 20%. И это нормальный настоящий промокод, не одноразовик. И там нет вечной скидки. Их там просто нет. Можете проверить. И используйте и получайте скидку. А если к моменту покупки уже будет все-таки действовать какая-то скидка, может распродажа, не знаю, то вы можете дополнительно к этой скидке получить еще скидку 20% по этому же промокоду. Все честно. Ну и теперь продолжаем урок. Третий момент. Коллизия. Давайте разберемся, как мы можем взаимодействовать с реальным миром в 3D. Тут все достаточно просто на самом деле. Когда мы проведем трекинг нашей сцены, и Blender получит четкое представление о положении камеры в каждый момент времени, то плюсом к этому он получит еще информацию о расположении каждого трекера в пространстве. И опираясь на эти трекеры, на эти точки, мы сможем воссоздать из примитивов реальную поверхность. То, насколько детально вы хотите это сделать, зависит только от вас. Не всегда нужна супер детализация. Зачастую обычного блокинга хватает, поскольку вам не нужно каждую морщину на ступеньке условно реализовывать. Достаточно просто общей поверхности. Мы же постараемся сделать это поподробнее, но все равно упарываться не будем. И далее, уже на основе этой виртуальной геометрии, которая идеально накладывается на наше видео, мы можем начинать взаимодействие. Например, можем что-то уронить, и объект будет четко следовать той геометрии, которая есть в реальности. Ну, и на этом матчать закончено. Не так уж и много. Быстренько прошлись. И самое важное мы узнали, а остальное будем доузнавать в процессе практики. Настройки, принципы и так далее. Поэтому обязательно смотрим практику. И перед стартом добавлю. Плюсом к этому уроку я на Boosty выложу дополнительную практику. Будем вешать ковер в симуляции ткани на перекладину моста. Почти ничего нового, просто дополнительная практика для закрепления саной сцены и чуть-чуть иным подходом. Кому интересно и хочется углубиться, а заодно поддержать канал, ссылочка будет в описании на Boosty. И напомню, что все материалы к этому уроку, футаж, файл проекта и так далее, вы можете скачать по ссылочке в описании. Также на Boosty для этого подписка не нужна. Просто заходим и качаем. Ну а теперь погнали к уроку. Что ж, и мы начинаем. Но перед тем, как мы закинем наше видео в Blender, нам необходимо поработать с нашим видео. Давайте заглянем в папку с моим проектом. И мы видим, что у меня есть два идентичных видеоролика. Но один весит 15 МБ, а второй весит 172 МБ. Второй видеоролик идет напрямую из камеры. У него высокий битрейт, 100 Мбит в секунду и 4К разрешение. Это тяжело для Blender, он будет медленно трекать. И чтобы решить эту проблему, нам необходимо это видео сначала пережать в более простое качество. Блендеру не нужно 100 Мбит, чтобы качественно трекать. 4К возможно, но в принципе хватит и Full HD. 4К даст только небольшой прирост качества, так что я бы сильно не запаривался. Итак, берем этот видеоролик и притаскиваем его в Blender на вкладочку Video Editing. Просто drag and drop. Теперь можем пододвинуть видеоролик в самое начало. Если у вас отображается вот так вот непонятный таймлайн, нажимаем Ctrl-T и переводим отображение кадры. И теперь ставим Start на первый кадр. Вот видим, единичка отображается. Рендер у нас тоже с первого кадра. Выбираем, сколько мы хотим отрендерить. Здесь можем уйти в конец, посмотреть тут 348 кадр и ограничить 348 кадрами. Но мне так много не нужно, я ограничу 200 кадрами. И также мне не нужен звук, я его просто удалю. Готово. Теперь я перехожу в настройки вывода на вкладку Output. И здесь проще всего зарендерить все в PNG, в 8 бит. Но если вы хотите работать не с сиквенсом, а с видео, в таком случае выбираем FF MPEG Video. В энкодинге выбираем MPEG 4. И теперь указываем папку, куда мы хотим зарендерить и нажимаем Ctrl F12. И у нас буквально за несколько секунд это видео просчитается. И у нас в папке появится вот такой пережатый формат. Теперь возвращаемся непосредственно в Blender. И давайте перейдем на вкладочку VFX Motion Tracking. А теперь просто перетягиваем сюда наш с вами видеоролик. Нажимаем кнопочку Set Scene Frames. И если вам нужно его закешировать, кликаем на кнопочку Prefetch. У меня и так все работает в реалтайме. Окей, и теперь мы готовы к трекингу. Но на этот раз мы не будем использовать функцию Detect Features. То есть мы не будем определять кучу точек, поскольку здесь нету как таковых моментов, за которыми можно было бы надежно зацепиться. Вследствие чего множество трекеров поедут и дадут нам не очень хороший результат, неправильное позиционирование и так далее. Мы можем получить куда более качественный результат и куда больше контроля, если все будем трекать вручную. Да, это потребует времени. Местами я буду ставить на ускорение после того, как все объясню. Но на трекинг уйдет минут, наверное, 30-40 реального времени. Такой трекинг, который будет качественный и позволит нам создать подобную геометрию поверх данной геометрии. Итак, нам необходимо выбрать место, куда мы разместим точку. Но предварительно давайте обсудим, а как размещать точки. Я могу навести мышку, куда мне нужно, например, вот сюда и кликнуть зажатым контролом по этой точке. И у меня здесь ставится вот такой трекер. Теперь я могу перейти на вкладочку Track и четко видеть, куда я установил свою точку. Потянув за данный ползунок, я могу корректировать размер и поворот зоны, которую буду отслеживать. В данный момент мы видим точку и маленький квадрат. Большой квадрат мы еще не видим, о нем чуть позже. Это первый вариант, как можно создать точку, ее откорректировать. Второй вариант мы можем сразу задать вот здесь вот зону в пикселях, которая будет соответствовать зоне паттерна и зоне поиска. Например, если установлю зону паттерна 50 и кликну, мы увидим, что у меня точка будет большая. Устанавливаю 20, зона будет маленькая. По умолчанию у нас стоит значение 21, и это, в принципе, неплохие значения для Full HD, с которыми можно четко работать. При необходимости в любой момент мы сможем остановить стрекер и увеличить зону поиска. А теперь давайте обсудим, что нужно сделать, чтобы увидеть зону нашего поиска. Тут все просто. Снова идем вот сюда в клип дисплей и кликаем на кнопочку Search, и появляется зона поиска, которую мы также можем перемещать, или за нижний правый угол можем ее увеличивать. Вращать зону поиска нельзя, поскольку в этом смысла мало. С этим определились. Вот так мы расставляем точки. Но перед тем, как поставить точку, ее пока что удалю, нужно выбрать, по какому принципу будет действовать эта точка. Мы с вами в теоретическом блоке обсудили несколько вариантов трекинга. Location, Location Rotation, Location Rotation Scale, или можно просто Location Scale, Define и Perspective. По умолчанию я предлагаю использовать всегда и Fine. Но если трекер плохо отслеживается, мы всегда можем сменить его сначала на Location Rotation and Scale, если здесь тоже плохо, то на Perspective. Один из этих трех с вероятностью 90% сработает. Если ни один не работает, нужно подкорректировать зону поиска. Все, мы это сейчас с вами будем пробовать. А если вообще ничего не получается, отказываемся от этого трекера и делаем другой. Итак, тут мы с вами тоже все обсудили. И последнее. Есть Match. Что это такое? Match – это сверка нашей зоны маленькой с новой зоной. В следующем кадре или в предыдущем. Выбираем Previous Frame, так качество будет лучше, поскольку он будет сверять и в следующем, и в предыдущем, и просто будет лучше качество. И далее разворачиваем вкладочку Tracking Extra. Что это такое? Из предыдущего урока мы уже с вами знаем, что такое ошибка трекинга. Это вот эта ошибка, которая вот тут выскакивала. И у каждого трекера тоже есть такая ошибка. Так вот, мы можем сказать, что удаляй все трекеры, у которых ошибка будет больше 25% от изначальной. И у нас по умолчанию так и стоит – 25%. Но если мы хотим получать только самые качественные треки, то мы можем установить здесь значение выше, например, точка 9. И в таком случае при ошибке в 10% он будет откидывать этот трек. Я установлю что-нибудь компромиссное, точка 85. Этого качества более чем достаточно. И про веса мы тоже с вами чуть позже поговорим, пока рано. И последнее, что мы делаем – добавляем кнопочку Normalize, чтобы у нас не учитывались перепады по яркости. Хотя их здесь и нет, но на всякий случай тоже поставим. И давайте выберем вот здесь Refine. И теперь мы готовы установить наш первый трек. Но перед этим нужно подумать, куда мы его хотим установить. Наша задача – сделать подобие этой сцены, но в 3D, которая будет соответствовать идеально каждой ступеньке, каждому столбику и так далее. Для этого нам необходимо отследить эту плоскость, эту, 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 ну и так далее. Чтобы мы видели по трекерам примерную геометрию в пространстве. Нам необходимо отследить боковушки, чтобы блендер понимал искажение перспективы, соответственно, вдалеке и спереди. И также желательно отследить пол. Этим мы с вами и займемся. Давайте начнем с того, что будем отслеживать просто ступенечки, чтобы хотя бы положение прикинуть. Данная зона, мне кажется, идеально подходит, поскольку здесь много контрастных участков. Нам не обязательно искать четко черное и белое. Мы можем искать вот примерно вот такие паттерны запоминающиеся, которые блендер будет узнавать, и их искать. Давайте начнем, например, с вот этого паттерна. Я уйду там на 60-й кадр, где он у нас есть. И кликну по нему Ctrl-клик. У нас создается вот такая зона. Теперь мы видим, что вот что наш трекер видит. И искать такой рисунок он будет в следующих кадрах. И теперь я нажимаю Ctrl-T и отслеживаю свой трекер. Он его отследил, а здесь на протяжении всего трекинга мы можем отслеживать, насколько четко он делал. И как можем видеть, он достаточно четко держится, никуда не съезжает. Теперь я иду на 60-й кадр и нажимаю Ctrl-Shift-T, чтобы отследить его в обратную сторону. При этом параллельно слежу за вот этим изображением, чтобы не допускать каких-то отклонений. Ожидаем пока трекинг завершится. И теперь можем выбрать следующий трекер. Я рекомендую создавать не менее трех трекеров на одной линии, чтобы четко блендер мог проследить, что ага, вот эта одна линия находится в одном и том же месте. Поэтому я на ступеньках буду отслеживать, например, центральную зону и боковые зоны. Давайте попробуем отследить боковые зоны. Идем вот сюда, и, например, у нас есть контрастный участок вот здесь. Но обратите внимание, скорее всего, сейчас у нас ничего не получится, но я должен это продемонстрировать. Вот эта зона, хоть я и кликну, и она кажется контрастной, она для блендера не очень хорошо подходит, поскольку блендер видит вот эту линию, и он будет по ней скользить. Давайте попробуем. Нажимаем Ctrl-T. Ну и в данном случае хорошо, ладно, он еще как-то сработал, но зачастую он просто может поехать по этой линии, и ему будет казаться, что все нормально. Я думаю, мы с этим с вами еще неоднократно в этом уроке столкнемся. Трекинг этого момента завершен, а теперь по этой же ступеньке двигаемся в правую сторону, и ищем подобную зону здесь. Как видим, здесь нет прям контрастной зоны, поэтому я могу найти вот подобный паттерн и затрекать вот эту штучку. Это будет нормально. Ctrl-T. Проверяем, вроде бы не съезжал никуда. Хотя, видите, он добавил искажений, а искажений как таковых не было. Это не очень хороший трекер. Давайте от него откажемся и выберем точку иную. Ну, допустим, вот. Видите, вот тут точечка. Вот эту точечку. Можно немножко увеличить зону. Ctrl-T. И смотрим. Оп, вот ее он уже отслеживает и никуда не уезжает. Мы отследили на одной линии три точки. Теперь можем перейти к следующей линии. Я советую добавлять столько точек, сколько необходимо для понимания пространства. Пространство. Когда мы нажмем Camera Solve, блендер к каждой точке привяжет нуль. И эти нули будут располагаться в пространстве, как в реальности. И по ним нужно иметь возможность определить, где есть что, чтобы корректно расставить объекты. Окей. С этим разобрались. И теперь я отслежу еще нижнюю зону. И вот эту зону. Поскольку эта часть лестницы находится к нам ближе всего, здесь я прям три раза отслежу. И теперь давайте выберем что-нибудь вот в верхней части. Например, смотрим, чтобы на одной лестнице у нас было несколько прям контрастных участков. Здесь и здесь. Ну давайте вот начнем с вот этого паттерна. Я кликаю по нему. Увеличу. И нажимаю Ctrl-Shift-T. И не забываю следить, чтобы Blender никуда не увел мой трекер. Следующие два трекера я отслежу на ускоренке, чтобы не затягивать этот урок почем зря. Видим, что данный трекер у меня искажался. Мне это не очень-то и нужно. Поэтому давайте его выберем. И укажем здесь Location Rotation Scale, чтобы не допускать искажений. Ctrl-T, и вот теперь он срабатывает получше, но в конце все-таки куда-то уехал. Значит, этот трекер нам не подойдет, и лучше от него отказаться. Просто Delete. Попробуем другую точку. Видим, что теперь сработало намного лучше. И также отслеживаем в правой части. Теперь следим внизу ступенек. Окей, мы с вами отследили по три точки в трех разных местах. У нас есть примерное понимание геометрии данной лестницы. Теперь давайте займемся пространством перед этой лестницей. Соответственно, нам необходимо затрекать пол. Сначала я затрекаю что-нибудь близко. Я могу попробовать сделать сразу три точки и затрекать все три точки. Поставим здесь. Далее выберем справа какое-нибудь место. И по центру. Теперь я могу выделить все три эти точки и нажму Ctrl-T. Видим, что в какой-то момент у нас обрывается трекинг. Это означает, что они вышли за пределы камеры и больше далее не трекаются. Или же они просто словили какой-то уже не ошибки и тоже дальше не трекаются. Видим, эти два трекера у нас уходят. А первый трекер мы просто не выделили, судя по всему. Также выделяем. Ctrl-T. Вот, видим, он сразу выдает нам ошибку. Значит, зона не подходит. Давайте выберем что-нибудь другое. Например, вот эту точку. Ctrl-T. И так же он трекался, пока не вышел из зоны. Мы получили представление о нашем порожне. Теперь давайте дальше трекать вот эту зону. Я буду искать разные контрастные участки, ставить там точки и трекать их. Когда у меня будут случаться какие-то ошибки, которые нужно откорректировать, я буду включаться и это дело комментировать. А пока смотрим на ускоренном режиме. Вот, можем сейчас видеть, что данный трекер у меня не трекается. Я нажимаю Ctrl-T и он теряется. Я могу предположить, что просто у меня, видим, вот эта точка выходит за пределы зоны поиска. Возможно, я просто немного увеличиваю зону поиска, нажимаю Ctrl-T и все у меня прекрасно трекается. И я думаю, что столько точек достаточно с избытком для нашего переднего плана. Теперь у нас есть четкое понимание, что здесь плоскость. И далее через такой порожек начинается подъем наверх. Давайте затрекаем какие-нибудь стены, чтобы мы также могли их позиционировать. То есть вот эту зону и вот эту зону. А потом также я, наверное, затрекаю вот этот столб и боковушечки, чтобы я видел, где начинается парапет. Вот, это та ошибка, про которую я говорил. Мы не можем, к сожалению, затрекать вот эту линию. Она не является паттерном. Несмотря на то, что здесь явный уголок, Blender все равно будет ездить по нему. Вот, смотрим. И он перемещается. Если мы сейчас посмотрим на трекер, он сместился направо. То есть этот трекер мы использовать не можем. Я могу его просто удалить. Найду какую-нибудь другую точку, например, вот эту зону и попробую затрекать ее. Увеличим зону поиска. Ну вот, теперь, в принципе, ее и затрекал. Теперь сделаю ту же самую операцию для левой части. Хорошо, я думаю, что данного количества точек на переднем плане мне достаточно и с ним мы уже полностью разобрались. Далее нам необходимо продолжать работу непосредственно с нашей лестницей. Мы отследили направление данной лестницы. Теперь давайте определим движение данных парапетов. Мы уже определили движение передней части парапета. Теперь необходимо определить движение вот этого парапета, этого и вот этих двух верхушек вместе со столбами. Вот еще один пример банальной ошибки. Смотрите, я могу нажать Ctrl-Shift-T в данном случае, и он будет трекать наш трекер, пока в какой-то момент не пойдет все по косой. Он его потеряет. Оп, и видим, он его потерял. Я нажимаю Escape, чтобы остановить, и Ctrl-Z, чтобы вернуться. Как это исправить? Просто как вилку в розетке пошевелить. Немножечко увеличим, немножечко наклоним, чтобы, например, он еще вот эти точки захватил и тоже их искал в следующем кадре. И теперь снова пробуем Ctrl-Shift-T. И видим, что теперь он прекрасно справился. В какой-то момент он их теряет, потому что они выходят из-за кадра. Как быть? Я вернусь назад до момента, пока он еще их не ловит. Вот до этого. И теперь я разверну вкладочку Track, и у нас есть Clear графа. И я скажу, удали все, что слева. И он удалит трек слева. Видим, дальше трек не трекается. Даже вот с этого кадра я его удалю. И здесь уже достаточно четкий трек, который мне устраивает. Эту часть мы с вами отследили. Теперь давайте отслеживать то, что выше. Я буду отслеживать с конца, просто потому что в конце у нас все в кадре. Я постараюсь выбрать сразу несколько трекеров. И теперь я осмотрю свои трекеры. Идем в конец. И я четко знаю, что вот этот у меня сейчас уедет куда-то там налево. Все, уехал. Я его удаляю, не хочу его исправлять. Смотрим на вот этот трекер. Видим, он тоже лево-право катается. Удаляем. Проверяем этот трекер. Тоже улетел. Проверяем верхушку. Верхушка, слава богу, держится. Немного качается. Но мы этот трекер все равно оставим. В дальнейшем мы разберем варианты, как мы можем его использовать. Я все же хочу найти здесь хоть какую-нибудь точку. К сожалению, никто не покоцал этот толп. И тут прям не за что зацепиться. Давайте попробуем оставить его как есть. И теперь я также отслежу правую часть. Обратите внимание, когда вот, ну просто не за что зацепиться, но нету точек, я ищу какой-нибудь контрастный паттерн. Например, вот здесь, наведя, мы видим вот такую вот зону. И он будет отслеживать вот такую зону с вот такой линией градиента вот здесь. И в принципе это может сработать. Давайте попробуем затрекать. Ctrl-Shift-T. И видим, что почти-почти угадывает. Немного ошибается. Но мы этот вариант тоже оставим. Поскольку в будущем, видим, есть параметр Weight. Мы можем именно у этого трекера уменьшить силу его влияния на общую композицию. В таком случае мы получим понимание, где он находится. Но он не будет сильно портить нам картину с ошибкой. Что ж, мы с вами закончили отслеживать передний план. Наконец-таки это, кстати, уже длится 30 минут, если вам интересно. И также мы закончили отслеживать вот эту часть. И теперь можем переходить к дальнейшей лестнице и к боковым вот этим частям. Почему так долго это занимает? Это очень сложный шот. Я еще раз повторюсь и отмечу. Поскольку здесь у нас очень большое искажение перспективы. У нас есть разные виды ступенек. У нас есть разные слои перспективы. И Blender все это нужно просчитать. Поскольку мы хотим потом воссоздать геометрию, чтобы сделать с ней коллизию. Я специально выбрал такой сложный шот, чтобы много нюансов показать. Это требует, соответственно, много времени. Но зачастую нету столько деталей на шоте. Ну практически никогда, если только это не подобный мост. Или какая-нибудь греческая архитектура с колоннами и всякими финтифлюшками. Зачастую хватает в 5-10 раз меньше трекеров. То есть не такая сложная геометрия. Например. Вместо этого шота, который мы сейчас делаем, я изначально хотел использовать вот такой вот шот. С небольшой вот такой штучкой. Или же просто возле драмтеатра вот такую зону. И как видите, здесь нету как таковых мощных искажений перспективы. И здесь затрекать пришлось бы ну вот несколько колонн. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Эту стену немного. И поверхность. В принципе, все. Далее мы смогли бы полностью воссоздать геометрию. Это было бы не сложно. Это же заставляет очень сильно прорабатывать весь трекинг. Здесь и тренируемся. Если что, ссылочка на этот шот будет в описании. Тоже на его примере можете попрактиковаться. Итак. Теперь наша задача сделать. Первый слой это все лестницу. Второй это вот эти боковые части. И третий дальний план. Давайте начнем с боковых лестниц. Они у нас ближе. Я всегда буду делать в дальнейшем с конца трекинг. Поскольку вначале у нас этого в кадре нет. Буду делать с конца и до момента пока не оборвется. Теперь я хочу затрекать пару точек здесь, 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 здесь. Уходим на ускорение. И кастрюлю. Субтитры сделал DimaTorzok Мы практически полностью отследили левую часть, видим как подробно Остается только вот эту дальнюю часть, которая под углом находится, также отследить Чтобы эти трекеры расставились в перспективе и мы смогли создать правильную геометрию Видим, что данный трекер в какой-то момент улетает прямо вниз, давайте найдем этот момент Вот видим, у нас зона поиска сужается Уйдем, допустим, на сотый кадр и удалим весь трек до этого Изменим здесь способ трекинга и немножечко подкрутим зону Вот прямо в процессе трека, так можно делать, так нужно делать Он сохранит всю предыдущую информацию и, соответственно, перепросчитает Видим, мы сохранили наше движение Что ж, мы полностью закончили с левой частью Ну а теперь еще разок нам предстоит сделать то же самое с правой частью Да, это требует времени На данный момент потрачено 45 минут Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, с правой частью тоже закончено В принципе, на данном этапе мы уже можем отследить полностью нашу сцену И у нас будет правильная композиция Проблема лишь будет в том, что мы не знаем, а где какая из лестниц находится На каком расстоянии У нас не будет каких-то визуальных обозначений Именно поэтому я предлагаю сделать там буквально по парочке маркеров Чтобы мы понимали, а где оно Желательно в центре каждой лестницы Чтобы примерно на одном и том же расстоянии Мы могли, соответственно, все это дело трекать И также нам нужно обозначить, где у нас там дальний план Давайте приблизимся сюда и затречим, например, две вот эти вот области Я думаю, они отлично нам покажут дальний план Также вот можем центральную еще вот эту Немного увеличим зону Не лучшая точка, но если что удалим Ctrl-Shift-T В принципе, трекер неплохо справился Теперь давайте затрекаем зоны Здесь, здесь, здесь и здесь И, возможно, я бы затрекал полафончики, но посмотрим на это позже Итак, давайте найдем где-нибудь здесь Например, зона вот контрастная есть Ctrl-Shift-Click Немного увеличу И также по той ступеньке справа Вот обозначим вот такую зону Отлично, снова идем в конец И трекаем следующую Я уже не смотрю здесь на именно четкость наших трекеров Поскольку мне нужно лишь обозначение А где они вообще находятся А не информация от них Теперь едем к следующим Берем примерно там же трекер здесь И идем по этой лестнице Ступеньки Вот сюда Сразу можем сделать здесь И здесь Давайте попробуем отследить сразу 4 Смотрим, чтобы главным образом ничего не съезжало Вот видим, два верхних трекера прыгают вниз И все трекеры вот с этого момента Почему-то куда-то уезжают Видим Я со 140 кадра Очищу информацию всех 4 трекеров Слева И переведу F1 Location Rotation And Scale И далее Про треку еще раз налево С этого же момента Стопаю прямо на этом моменте И смотрю Они все так же уезжают Что же, знаете, что мы сделаем? Мы удалим также всю информацию слева И оставим вот на этом уровне В случае чего мы уйдем вперед И сможем посмотреть, где эти трекеры у нас в пространстве располагаются И теперь давайте вновь Идем вот сюда И затрекаем Край верхней лестницы Проверяем И правый куда-то улетел А левый ведет себя хорошо Левого нам хватит Правый удаляем И в принципе на данном этапе Я думаю с трекингом закончено Давайте сохранимся И перейдем в Camera Solver Первым делом сразу кликаем на Solve Camera Motion Я умышленно не ставлю эти галочки Чтобы сравнить, как будет без них И с ними Видимо, что даже без этих галочек У нас ошибка уже по умолчанию 1.39 Что очень близко к тому, что нам нужно Теперь проставим данные галочки Без них никак И ждем Ошибка 1.13 Еще стало меньше Отлично Теперь мы можем попробовать сделать еще одну фишку В данных параметрах нам нужно указать максимальное изменение перспективы И иногда верное указание помогает уменьшить ошибку Но не всегда Больше всего у нас искажение происходит Вот видим с 40-го примерно кадра Или давайте даже с 25-го, когда у нас сейчас точки на полу есть До 65-го Попробуем указать 25-65 И сделаем еще раз Solve Ошибка не изменилась Окей, в данном случае нам это не поможет И теперь нам необходимо зачистить Мы можем использовать клинап Или можем вручную отсмотреть точки Если мы будем использовать клинап И очищать треки, например У которых ошибка выше единицы То нам придется их удалить И мы не увидим эти треки в пространстве Я этого не хочу Но Как можно сделать иначе? Мы помним, что вот здесь у трекеров у нас был параметр Weight Это вес каждого трекера То есть насколько Blender будет учитывать его мнение Где находится тот или иной объект Или положение камеры Мы можем контролировать этот параметр После того, как уже все затрекано Давайте включим отображение информации Чтобы мы видели ошибку каждого трекера И вот они здесь отображаются И теперь наша задача найти самые большие ошибки То есть выше трех Как я сделаю? Я нажму здесь CleanTracks И скажу Выберем мне все Где ошибка больше единицы Вот он их показывает Давайте для начала выше двойки даже Вот их не так много Возможно они где-то в начале есть Посмотрим Нет, в начале нет с такими ошибками Но начинаем с вот этих правых Я подлечу вот сюда И видим тут ошибку 328, тут 239 Это много Я выделю этот трек И вот здесь на вкладочке трек У него есть параметр Weight Вес И я этот параметр уменьшу Если уменьшу в два раза То есть на точка 5 То ошибка уменьшится в два раза Давайте уменьшим еще сильнее Далее этот Можно примерно в два раза Отлично Снова использую CleanTracks Смотрю Ошибки Выше двух Вроде бы Дам И чекаем дальше Вот эти две точки Вот это прям совсем исказилось Мне не нравится Я ее удалю А вот эту точку Я просто понижу Здесь уровень ошибки Снова можем нажать CleanTracks Указать Выдели все Где ошибка выше двух Вот видим наверху У нас еще Вон там ошибка выше двух Немного уменьшаем Weight Теперь я перейду в Solve Снова выделю все точки И нажму Solve Camera Motion И посмотрим на нашу ошибку Мы уменьшили ее до единицы До минимально возможного для работы Уже хорошо Давайте продолжать работу В том же ключе Теперь я нажму CleanTracks И выделю точки Выше единицы Их больше Для начала просто проверим Я их удалю Потом мы их вернем И нажму Solve Посмотрим на уровень ошибки Вот Если мы с ними поработаем Уровень ошибки уже будет 0.64 Неплохо Давайте пройдемся по всем этим точкам И уменьшим у них вес Я попробую прописать Точка 4 Вот здесь И проверю Применится ли это на все точки Видим, что не применилось Я От Ctrl Z До выделения всех Уменьшу до точка 4 Нажму правую кнопку мыши И укажу Copy to Select Теперь этот параметр Скопирован на все точки Видим Везде точка 4 Что ж Выделяем И снова Solve Camera Motion Ошибка 0.65 Отлично Теперь давайте Выберем CleanTracks И укажем ошибку Выше точка 5 Их уже больше И теперь наша задача Знаете, как сделать? Уменьшить ошибку Там, где выше точка 5 Wait немного Но Не так сильно Если я сейчас укажу Здесь, например, точка 7 И сделаю Copy to Select То те То те треки У которых мы уже понизли Wait У них поднимется до точка 7 Поэтому, как мы сделаем? Я ставлю сейчас точка 7 Сделаю новый Solve Ошибка сейчас должна увеличиться Да А вот теперь Я по новой Каждый раз, когда мы меняем здесь Wait У нас меняется и ошибка Она уменьшается кратно По процентам Условно на 30% И теперь у треков У которых ошибка была Точка 5 и выше Стала ошибка ниже И у других стала ниже Но все равно выше, чем точка 5 И вот теперь я могу выделить еще раз Трекеры, у которых ошибка выше точка 5 Это остаются те трекеры Давайте на всякий случай Точка 6 У которых мы делали вес точка 4 Установим здесь точка 4 Copy to Select И вот теперь пробуем сделать Solve Camera Motion Отлично Ошибка 5 десятых Это та ошибка, с которой мы можем Начинать работать И у нас будет хороший результат Но я попробую все-таки Еще немного эту ошибку уменьшить Но теперь уже вручную Я начну с нашего пола Уйду в самое начало Выделю и посмотрю Какие здесь есть у меня ошибки Высокие На полу высоких ошибок Вроде бы у меня и нет У меня интересуют ошибки Выше чем точка 5 Значительно Вот видим 1.33 и точка 9 Они находятся рядом Я это просто удалю Смотрим дальше Проверяем сначала первую зону Когда у нас видно треки И самые болезненные И самые болезненные удаляем Ну вот, например, точка 66 Есть вот у этого трека Я его тоже удалю Давайте уйдем вперед На несколько кадров И продолжим Смотреть здесь Или я могу еще раз сказать Clean tracks И, допустим, выше единицы Где-то осталось Окей Все, что выше единицы Я удаляю точно Clean tracks Точка 8 Много у меня таких треков? Немного Всего лишь 3 трека Я их тоже удалю Попробуем сделать solve Отлично 0.44 Давайте попробуем Еще немножко выше Clean tracks Точка 8 Точка 7 Тоже 3 трека Хорошо Я их тоже удалю Поскольку здесь У меня еще треки остаются Информация есть Снова solve Точка 43 Хорошо Не будем играть с огнем Остановимся на этой ошибке Она достаточно неплохая И можем начинать с ней работать Теперь нам необходимо Воссоздать нашу сцену Мотаем вниз И кликаем здесь Setup tracking scene У нас автоматически Блендер создает Весь сетап Раскидывает точки Теперь ради чего Мы все это делали Видим сколько точек И они Соответственно повторяют Я могу выделить Вот эту, например, точку И могу найти ее В дальнейшем здесь И они повторяют Нашу геометрию Видим Наверх лестница поднимается И я смогу опираться На эти точки Когда буду устраивать Финальную геометрию Окей Теперь давайте Выровняем пол Заходим в камеру И уйдем в начало И выберем Какие-нибудь Три точки На одной поверхности Вот эту Вот эту И вот эту Например Чтобы они были подальше Между собой Нажимаем Lone И пол должен Установиться В нужное положение Видим, что Сработало По перспективе правильно Но как-то справа Все это дело находится Теперь я выберу Центральную точку Я ее случайно сдвинул И нажму здесь Set X Access Установи Как ось X Не сработало Y тоже не очень хорошо Давайте выберем Другую точку И вот так Потыкаем точки Пока у нас X не встанет Как нам нужно Окей Уже что-то ближе Дальше будем Доводить ручками Но сначала Добавим масштабы Я знаю, что Между вот этими Точками 6 метров Указываем здесь 6 метров И нажимаем Set Scale Все У нас Расстояние Сделалось Как нужно И теперь я Перехожу В Layout Нажимаю 0 Уменьшу И все-таки Видим, что Пол не очень Хорошо лежит Давайте Еще раз Выберем Три точки Какие-то Ну вот Теперь хорошо Останется Только повернуть Заходим И Видим, что У нас Верно Спозиционирована Вот эта история По X Но камера Смотрит Как бы сбоку На это Нам так бы Не хотелось Если я сейчас Возьму И поверну камеру А потом Подвину сюда То у нас Видим Проблема Исправляется Поэтому Давайте Сейчас Мы с вами Аккуратненько Выстроим Таким образом Чтобы Она была Как бы Идеально У нас По оси X Направлена Можем Ориентироваться Вот по Этой плоскости Например По ее Нижней части RZ И зажатым Шифтом Аккуратненько Двигаюсь И теперь Центрирую В принципе Теперь Совпадает Отлично И вот Теперь На этом Этапе Мы с вами Готовы Воссоздать Геометрию Давайте Нажмем На камеру И в Backdrop Увеличим Опасити Чтобы иметь Четкое изображение На фоне Теперь Я увеличу Plane Чтобы он Стал по размеру Как бы Нашего пола Отправлю Вот сюда И в общем Заполню Нашу прямую Вот что Получается И видим Что здесь Есть немного Места Давайте Нашу камеру Чуть-чуть По Y Сдвинем И по X Здесь Растянем У нас Все Должно Сойтись Ну в принципе Вот так Окей Теперь нажимаем Пробил И видим Что плоскость Полностью Соответствует Кубик Нам здесь Пока Не нужен Можем его удалить Отлично И теперь Можем заметить Что мы здесь Ничего не видим Но если За это Motion Tracking То мы видим Здесь точки Как получить Эти точки В лейауте Переходим В верхний Правый угол В раздел Лейаутов И просто Ставим Галочку На Motion Tracking И видим Примерно Нашу Геометрию Видим Нашу Первую лестницу Которая поднимается Первый пролет Второй пролет Если мы посмотрим На видео Первый пролет Второй пролет И дальше У нас идет Эта боковая история И вот мы можем Считать Первый Второй пролет Здесь Первый Второй Боковую Вот эту вот Историю И дальше Соответственно Раз пролет Два пролет Три пролет Финал Четвертого пролета И Наши Вот эти вот Воротины Именно для этого Мы с вами И расставляли точки Чтобы у нас с вами были физические ориентиры Где что находится И именно Имея такие ориентиры Мы с вами можем Воссоздать геометрию Которая будет Соответствовать Нашему видео Видим Что точки Сейчас четко Двигаются Двигаются с видео Окей И на этом этапе Наш трекинг Полностью завершен И теперь Мы с вами Переходим К лейауту Но теперь Мы с вами Вернемся В самое начало И посмотрим Что было бы Если бы мы с вами Использовали Detect Точек Давайте закинем Сюда наше видео Далее Set Scene Frames Retech И просто указываем Detect Features Я начну Сначала Думаю Столько точек Достаточно И нажимаем Ctrl-T Чтобы эти точки У нас протрекались Отлично Трек доходит до конца Делаем еще один Detect Нажимаем Ctrl-Shift-T Видим Что он раскидывает Их по деревьям Нам это абсолютно Не нужно Они там сразу Теряются Теперь идем В сотый кадр Также Detect Ctrl-Shift-T Назад А потом Ctrl-Shift-T Вперед Те же самые точки Готово Теперь мы можем Выделить все эти точки Перейти в Solver Сразу установим Здесь все галочки И нажмем Solve Camera Motion Видим Какой уровень ошибки Мы получаем изначально В 5 раз выше Чем был у нас Далее Мы можем Также использовать CleanUp CleanTracks И допустим Удалим все треки У которых ошибка Выше 2 Еще раз Clean Выше 2 И видим Что тут Практически У всех трекеров Ошибка выше 2 Они выстроены Рандомно Видим Тут есть пара трекеров Вот этот трекер У нас просто На ровной линии Находится Этот тоже То есть Он не ищет паттерны Он ищет контрастные участки И не всегда С ними угадывает Окей Допустим Я сейчас выбрал Вот эту всю историю Давайте Как-то более наглядно Выше 4 Окей Я их удаляю Теперь Снова CleanTracks Выше 3 Пробуем Ну допустим Тоже их удаляем И пробуем Сделать solve У нас получается 1.46 Далее Я могу выделить Все И просто Допустим Вот здесь Я уменьшу Давайте У всего У чего ошибка Выше чем единица То есть У всего Я могу Указать Здесь Выделим Как-нибудь Активный трек Weight Пониже Применяем Здесь Copy To Select Делаем Еще один Solve Ошибка У нас Увеличивается Потому что Информации Теперь Недостаточно И таким образом Мы не можем Получить Качественный Трек В данном Случай Поскольку Этот шот Как я уже Сказал Он сложный Он требует Грамотного Подхода К расставлению Треков Поскольку Здесь У нас Есть Разные Слои Перспективы У нас Есть Деревья Которые Не должны Трекаться Поскольку Они Шевелятся И так Далее Именно Поэтому С подобными Шотами Нужно Работать Ручками Что ж А теперь Уже Возвращаемся И переходим К лейауту Давайте Посмотрим На нашу Сцену И определимся С какого Объекта Мы Начнем Ее Собирать Итак У нас Есть Лестница Она Идет Вдаль И Вверх Это Означает Что Она Охватывает Все Координаты Которые Нам Нужны Она Находится По Центру Это Означает Что Она Не Искажается В перспективе И с Нее Будет Проще Всего Начать Наше Моделирование А Также Лестница Это Обычный Кубик Который Замножен Через Модификатор Array Таким Образом Это Самое Простое С Остальную Сцену Итак Я Предлагаю Начать С Вот Этой Передней Части Сверяем То Что Пол Настоит Где Нужно Примерно А Теперь Давайте Создадим Кубик И Сразу Поднимем Его На Метр Почему На Метр Сейчас Он У нас Стоит В центре Координат На Метр Вниз И На Метр Вверх Нам Нужно Поставить Его На пол GZ1 Теперь Я Переходим В камеру И Начинаем Плавненько Подгонять Под Высоту Данной Ступеньки Отключим Пока Что Землю И Наша Задача Свести Просто Углы Начнем Мы С Высоты Выделяем Верхний Полигон И Опускаем Вниз Таким Образом Чтобы Этот Уголок Сошелся Тот Уголок Слишком Далеко Давайте Возьмем Заднюю Часть И Также Будем Подвигать Ее К нам То Есть Теперь Нас Ждет Просто Процесс Подгонки И Теперь Я Просто Выделяю Целиком И Растягиваю По оси Y И Мы Примерно Подогнали Нашу Первую Ступеньку Теперь Мы Можем Нажать Пробел И Посмотреть Насколько Четко Она Следует Нашему Видео И В Принципе Достаточно Четко Ничего Никуда Не Уезжает И Все Выглядит Неплохо Вижу Небольшие Щелки Я Собираюсь Сейчас Это Подогнать Я Не Буду Показывать Весь Процесс Подгонки В Реал Тайме Иногда Буду Ускорять Но Все Важные Действия Я Буду Проговаривать Давайте Установим Origin Видимо Он У нас Находится Не В Центре В Центре Нашей Ступеньки Правой Комыши Set Origin Origin To Geometry И Теперь Просто Ее Почетче Подгоняем Вот Теперь Мне кажется Ступенька Подогнана Получше Смотрим Четко Стоит На своем Месте И Уже Отталкиваясь От нее Мы Можем Воссоздать Все Остальные Ступеньки Я Сдублирую Данную Ступеньку С вида Сбоку И Размещу Ее Примерно Вот Так Это Origin Origin To Geometry Здесь Делаем То же Самое И Теперь Нам Необходимо Следующую Ступеньку Также Подогнать Помним Она Отличается По Высоте Так Давайте Сделаем Ее Повыше GZ И Сводим Уголки Я Немного Сомкну Ее По У Чтобы Лучше Видеть Оба Угла И В Принципе Здесь Все Сошлось Здесь В Принципе Тоже Сходится Давайте Также И Теперь Можем Применить Модификатор Array Модификатор Generate Array Указываем Нужную Ось Минус Один Один По Z И У Нас 14 Ступенек Отлично Это Мы Сделали И То Что Сейчас Не Сошлось Это Тоже Нормально Когда Мы Работаем Сразу Со Всем Массивом Ступенек Подогнать Их Проще Я Немного Сожму По Оси Y И Мы Пронаблюдаем Когда У нас Происходит Смещение То есть Видим Где-то Вот Здесь Оно Может Происходить За счет Неверной Высоты Или Неверной Длины Высота Скорее Всего У нас Верная Давайте Попробуем Изменить Длину Длина Это Ось X SX Нажимаем SX И Двигаем Видим Верхний Уфор Давайте SZ Немного Приподнимем Выше И Теперь Смотрим Что Каждая Ступень У нас Сходится По Уголкам Отлично Теперь Я Растяну По Оси Y И Мы Видим Следующую Проблему Здесь У нас Есть Зазоры А Здесь Нет Это Вызвано Тем Что У нас Теперь Неправильная Дальность Давайте SX И Подвинем Чуть Чуть Вперед И Видим Что Зазоры Становятся Примерно Одинаковые Продолжаем Подгонять И Теперь В принципе Все Сошлось Давайте Перейдем Вот Сюда В Настройки Рендер Но Нашего Вьюпорта И Включим Здесь Cavity Shadow И Поставим Режим Bolt Для Того Чтобы Отображались Наши Тени И Мы Все Видели Более Объемно Нажимаем Пробел И Видим Что Достаточно Неплохо Все У нас Прикрепилось К Нашему Видео Отлично Теперь Мы Можем Действовать Дальше Давайте Сдублируем Наш Объект Shift GX И Смотрим Видим У нас Есть Наши Точки И Примерно Под Них Нам Нужно Установить Кстати Важный Момент У нас Здесь Идет Плоскость Мы Можем От Этого И Отталкиваться Сводим Два Вот Этих Уголочка И Теперь Смещаем По Оси Х До Вот Этого Подъема Вот Где-то Здесь Видим И Теперь Начинаем Подгонять Вот Эту Часть Возможно Чуточку Выше Там Идет Горочка Давайте Также Сожмем По Оси Y И Теперь Продолжаем SX Или SZ У нас Есть Две Рабочие Оси Вряд Ли У нас Изменится Высота Правильно Ступенек Так Что Возможно Стоит SX Немножечко На Нас Пододвинуть И Снова Сводим Видим Что SX То есть Скалирование По оси X Были ошибочным Поскольку Здесь У нас Сошлись Бока А здесь У нас Большие Зазоры Нам Нужно Опять Это Выровнять А Компенсируем Мы Соответственно Высотой Сводим И теперь Смотрим На Эту Лестницу Пробел И Также Прекрасно Сидит На Своих Местах В конце Мы можем Видеть То Что Немножко Съезжает Вот Эта Часть Это За счет Искажения Перспективы Поскольку Камера Уходит Немного Вбок Видим Меняет Положение Это Нормально В дальнейшем Мы от этого Избавимся Также Можно Нажать Alt Z И Посмотреть Относится Ли Наши С вами Уголки Чтобы Outline Мне не мешал Я могу Отключить Его Вот Здесь Мы Уже Видеть Что По Z Немножко Не Сходится Приподнимаем Теперь Вроде Нормально И переходим К дублированию К остальным частям Почему Я не сделаю Array На эти части Просто Потому что Здесь У нас Больше Примежуток Находится Поскольку Тут У нас Есть Вот Такая Парковая Зона Видим Что Она Явно Шире Поэтому Array У нас Работает На Двину По X Помним Что Эта Точка Была Где-то В центре Нашей Лестницы Можем Взять Это Также За Отправную Точку Отлично Подогнали Теперь Уменьшим По Y И Видим Что Все Находится Дальше Продолжаем Это Двигать По X Вдаль В какой-то Момент У нас Сойдется Оп Сошлось Опять Уголки Ступенек Уже Почти Попадают Вроде Неплохо Растягиваем И вот Теперь Мы можем Применить Сюда Array На Минус Один И Приподнимем Тоже Где-то На Один И У нас Три Array Нам Необходимо Сделать Дублируем И Пробуем Подгонять Давайте Вот так Сузим Пока Что Вот Видим Что Теперь Почти Сошлось Немножечко Подкорректируем Z Растягиваем По Y И Видим Что Если У нас Передняя Сходится А Тени Сходятся Значит Мы Неверно Угадали X Нам Нужно Еще Дальше Отодвинуть Так До Тех Пор Пока Не Сойдется Можем Добавить Небольшое Смещение Вот Здесь Но Все Так Присутствует Я Компенсируем Ось Z Я думаю Вот так Будет Неплохо А теперь Нажимаем Пробел И Смотрим Наша Лестница Полностью Соответствует И Теперь Мы Можем Переходить К Следующей Части Но Давайте Чтобы Не Делать Лишнюю Работу Определимся А Что У Нас С Вами Здесь Будет Происходить Я думаю То Что Мы Просто Высыпем Кучу Объектов Вот Сюда И Они Будут По Лестнице Падать До Самого Низа С Чем Они Могут Взаимодействовать Они Могут Взаимодействовать С Вот Этим Парапетом А Также Возможно С Вот Этими Колоннами Давайте Начнем С Парапетов Поскольку Лестница У нас Уже Есть И Мы Можем Опираясь На Ее Положение Выстроить Эти Парапеты Начнем Мы С Вот Курсор На Поверхности Создаем Кубик Уменьшаем И Давайте Поставим Прям Рядышком С Лестницей Теперь Нам Необходимо Свести Также По Углам Можем Сделать Что В режиме Редактирования И Вытягиваем Верхний Полигон Отлично Эта Часть У нас Сошлась Проверяем Нажимаем Пробел Да Отлично Следует Теперь Я ее Сдублирую И Просто Размещу С правой Стороны По идее Они должны Быть Идентичны Значит Должны Сойтись Да Все Подходит И теперь Нам Необходимо Также Их Расставить Здесь 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 Ну В общем На Свои места Отлично Свели Вот Что У нас Получается И Теперь Давайте Соединим Их Таким Образом Чтобы Вот Здесь У нас Тоже Ничего Не Вылетало Я Не Думаю Что Объект У нас Будут Такие Мелкие Что Смогут Вылететь Между Вот Этими Штучками Поэтому Здесь Мы Можем Сделать Условно Сплошную Стену Поэтому Я Просто Выделю Данные Объекты Применю Модификатор Array Нажму Так И вот В этих Областях Сделаю Небольшой Insert Теперь Выделю Два Этих Полигона X Faces Выделяем Это Кольцо Это И Далее Мы Можем Включить Аддон Loop Tool Edit Preference Addons И здесь Пишем Loop Tool И теперь Когда он Включен Я могу Нажать Правую Кнопку Мыши И здесь В Loop Tool Я выбираю Bridge Ту же Самую Махинацию Я могу Проделать И здесь Даже Можем Не удалять Лишние Полигоны Не Заморачиваться И у нас Получается Вот такая Стеночка Через Которую Ничего Не будет Падать Да Пускай мы Сейчас Не попали Немного По высоте Но нам Это И не Важно По сути Хотя Можем Подкорректировать Если я Возьму Вот Эти Части Включу Режим Прозрачности Я смогу Опустить Их На Нужную Высоту Поскольку Insert Мы делали Просто На Бум На Глаз Ну Вот У нас Получилась Вот Такая Вот Зона И Теперь Мне Необходимо Проделать Эту Махинацию Еще Несколько Раз Каждой Отдельной Частью Готово Теперь Мы Видим Что Здесь У нас Не Такой Квадратик А Как Б Столбик Поэтому Давайте Создадим И Наши Колонны Я Создам Цилиндр Уменьшу И Пододвину Примерно Туда Где он Должен Быть То есть В конце Вот Этой Лестницы Где-то Здесь Переподниму Его И постараюсь Установить По положению Данного Цилиндра Данной Колонны Они у нас Немного Сужаются Кверху Примерно Вот Так Смотрим И да Теперь Они Следуют Теперь Я могу Применить Модификатор Array В очередной Раз И Смещу По Оси Y Таким Образом Чтобы У меня Стали Все 5 Колонн Проверяем Работает Теперь Дублируем И Сдвигаем Правую Сторону Здесь У нас С вами То же Самое Давайте Немножечко Подгоним Будем Действовать От правой И Теперь Все Тоже Стоит На Своих Теперь Нам Необходимо Соединить Эту Часть И Эту Часть Также Обычным Бриджом Чтобы Здесь Ничего Не Вылетало Мне Не Хочется Соединять Кубы С Цилиндрами Поэтому Я Возьму Просто Вот Эту Часть Сдублирую И Поставлю Ее Вот Сюда Видимо Она Не Сходится Немного По Alt Z Выделяем Вот Эти Полигоны И Двигаем Вот Сюда Прямо До Наших Данных Объектов Поднимаем Выше Вообще Нам Все Нужно Поднять Выше И Уже Теперь Сводим Смотрим В принципе Все Сходится Теперь Я могу Просто Удалить Ненужные Мне Полигоны Кстати Смотрите У меня Здесь Колонна Находится Правее Я Уделяю Вот Эти Полигончики X Faces То же самое X Faces И У меня Получается Вот Такое Соединение Теперь Мы Закончили С вами Делать Лестницу И Колонны И Давайте Сделаем Вот Здесь Пол Чтобы У нас Ничего Не Проваливалось Создаем Plane И Просто Увеличиваем С Небольшим Запасом Чтобы Ничего Не Вылетало За Пределы Данной Зоны Я Нажму Tab И Немного Проэкструдирую Вот Эти Области По Оси Z Сделаем Тут Небольшие Стеночки И Теперь Вот Этот Объект Я Сдублирую Еще Несколько Раз И Установлю Везде Чтобы Закрыть Дырки Готово Наша Геометрия Закрыта И Теперь Мы Можем Уже Смело Здесь Что-то Скидывать Также Мы Можем Заморочиться Я Этого Сейчас Делать Не Буду Но Суть Уже Ясна Я Мог Сделать Еще И Вот Здесь Зону И Когда Объекты Будут Падать Я Мог Заставить Их Падать Еще Через Эти Объекты И Сваливаться Куда Нибудь Туда Вниз Но Я Не Хочу С Этим Заморачиваться И Мы Остановимся Вот На Таком Варианте Теперь Мы Готовы Перейти К Анимации Но Я Не Хочу Ничего Делать Ручками Поэтому Я Буду Использовать Симуляцию Что Мы Можем Я Буду Использовать Blender Kit Скачать Вы Можете На Официальном Сайте Совершенно Бесплатно Заходим Blender Kit И Я Веду Здесь Просто Box Допустим Коробка А В Search Filters Я Укажу Галочку При First Чтобы Сначала Были Бесплатные Модели Просматриваем И Находим Какую Коробку Например Вот Эта Мне Устроит Выглядит Реалистично Сцена У нас Тоже Реалистичная Давайте Закинем Закрываем Подлетим Поближе И Теперь Переходим На Вкладку Рендера Смотрим На Нашу Коробку И Как По Мне Выглядит Вообще Отлично То Что Нужно Прям Хорошо Теперь Мы Можем Начать Подготавливать Нашу Сцену К работе Первым Делом Видим Тут Есть Какой То Косячок Давайте Задвинем Ту Штучку Обратно И Нам Это Просто Геометрия Которая Есть Она Ничего Не Делает Какие Цели Она Должна Помочь Нам Решить Во-первых Цель Коллизии С этой Геометрией Должны Взаимодействовать Наши Объекты То Наша Коробка Вторая Цель На Эти Объекты Мы Должны Отбрасывать Тени Чтобы Все Было Реалистично Давайте Этим И Займемся Поскольку Я Назвал Уже Как Необходимо Применить А Объект У нас Разный Я Не Хочу На Каждый Объект Применять Эти Настройки По Отдельности Поэтому Предлагаю Их Объединить Но Если Я Объединю Сейчас Два Объекта У меня Слетят Модификаторы Как Можно Решить Эту Проблему Давайте Удалим Во-первых Лишние Сцены А во-вторых Выделим Все Объекты Кроме Нашей Коробки И Камеры Это Как Раз Так Наша Геометрия Далее Нажимаем Object Convert Выбираем To Mesh Конвертируем В Mesh Все Наши Модификаторы Применяются И теперь Я могу Выделить Один Из Объектов Нажать Ctrl J И Объединить В единый Объект Давайте Назовем Его BG Теперь Переходим В Вид с Камеры Нажимаем Рендер И Видим Что Это По-прежнему Белая Такая История Давайте Отключим Отображение Вообще На рендере И Оставим Только Отображение В качестве Теней Переходим На вкладку Объекта И В разделе Визабилити Устанавливаем Галочку Shadow Catcher Shadow Catcher Как мы Помним Узначает Что Объект Не Будет Рендериться Но Будут Рендериться Тени Которые Отбрасываются На этот Объект И Теперь Давайте Включим Прозрачность Чтобы У нас Был Альфа Канал Переходим На вкладку Рендера И Переходим На вкладку Film Устанавливаем Здесь Галочку Transparent И Теперь Мы Видим То Что Прямо Поверх Нашего Видео Накладываются Тенюшки Я Могу Подвигать Данную Коробку И Видим Что Тень Следует За Ней Поднимаю Выше Тень Тоже Есть Соответственно Что А теперь Давайте Начинать Симуляцию Для Того Чтобы Данный Объект Начал Налетать Я Должен Дать Ему Настройку Rigid Body Я Иду На Вкладку Физики И Включаю Rigid Body Оставляю Активным Объект Shape Оставляю Convex Hole Поскольку Это Просто Куб Для Него Он Подойдет Но Если Вы Выберете Более Сложный Объект Возможно Convex Hole Вам Не Подойдет И В таком Случа И На Нашу Геометрию Даем Rigid Body Но Режим Пассивный Чтобы Она Никуда Не Падала А Только Выступала Объектом Взаимодействия Но Shape Меня С Convex Hole На Mesh Поскольку У нас Есть Много Ступенек Много Микро Деталей Они Все Должны Быть Для Того Чтобы Они Все Отображались Ставим Mesh И Далее Раскрываем Настрой Sensivity И Здесь Нажму Пробел Моя Коробка Упадет Но Мы Можем Увидеть Что Она Лежит Не На Поверхности А На Небольшом Расстоянии Это Расстояние Задается Вот Здесь Я Ввожу Его В Ноль Нажимаем Пробел И Видим То Что Теперь Коробка Лежит Прям На Поверхности То Что Нам Было И Нужно И Теперь Вроде Мы Готовы Начинать Скидывать Наш Объект Давайте Уйдем В Начальный Кадр И Передвинем Нашу Коробку Повыше Куда Нибудь Вот Сюда Над Лестинкой И Также Приподниму Повыше Как-то Наклоню И Посмотрим С камеры Как Выглядит Это Падение Упало И Немножко Проехало Давайте Развернем Вкладочку Surface Response И Увеличим Немного Bounces Чтобы У нас Было Больше Прыжков Чем меньше Тем более Скользко Bounces Чем выше Тем больше Прыгает Нажимаем Пробел И Видим Терри Подпрыгнула И Как бы Дальше Тоже Съезжает Как будто Немножко Маслом Полили Отлично Это То Что Нам И Нужно И Также На Нам Необходимо Было Масочками Все Это Дело Вырезать Но Поскольку Мы С вами Воссоздали Геометрию И Чем Четче Вы Это Сделали Тем Выше У вас Будет Качество Эта Геометрия Служит Такой Маской Если Я Перейду На Вкладку Рендера Мы Видим То Что С помощью Данной Геометрии То Нашего Бэкграунда У нас Вот Здесь Отрезается Часть Как Только Как Только Коробка Перейдет Вот Сюда На Передний План Коробка Вновь Станет Видимой Я Могу Подлететь Поближе И Видим Если Что-то Загораживает Я Не Вижу То Мы Заодно Создали И Такую Маску Которая Сильно Упрощает Нам Работу Что А Теперь Давайте Раздублируем Нашу Коробку И Кинем Их Побольше Я Сдублирую Вот Так Несколько Штук Для Начала Хватит И Роняем И Вот Они У нас Падают И Начинают Там Куда То Ехать Некоторые Доезжают И Нет Не Улетели Я Не Буду Давать Им Какое Ускорение Типа Ветром Я Просто Сделаю Этих Коробок Много Таким Образом Чтобы Они Сами Друг Толкали Но Давайте Пока Не Позно Выделим Все И Закинем В Отдельную Коллекцию Назовем Ее Rigid Это Будет У нас Коллекция Взаимодействия И Теперь Я Подойду Поближе И Сдублирую Вот Так Вот Несколько Раз Всю Вот Эту Историю Еще Раз Выделю Еще Раз Дублирую И Вот Так Повыше Поставлю Нажимаем Пробел И Смотрим Какого Результата Мы Добиваемся Коробок Теперь Много И Видим Что Какие То Выбиваются Вперед Продолжают Ехать Но Я Бо Хотел Чтобы Их Было Еще Больше Чтобы Все Это Было Оперативнее Поэтому Я Пойду Самое Начало Выделю Снова И Сдублирую Часть Еще Выше Допустим Вот Так Нажимаем Пробел И Видим Как Они Упали И Полетели Теперь Их Уже Вперед Толкается Намного Больше И Летят Они Еще Дальше И Последнее Что Мы Сделаем Мы Добавим Небольшую Фишечку Благодаря Которой Колизия Станет Еще Лучше Я Выделю Наш Данный Объект И Применю На него Модификатор Бэвел У нас Появляются Небольшие Паски Вот Здесь Сейчас Небольшие Но Мы Уменьшаем И Дадим Несколько Полигончиков За счет Этих Пасок У нас Теперь Нет Углов 90 Градусов И Соответственно Скольжение И взаимодействие С ними Будет Происходить Более Качественно И Теперь Давайте Перейдем На Вкладку Настройки Нашего Мира Вкладочка Цены И Здесь Открываем Rigid Body World Я Немного Повышу Качество Своей Симуляции Поставлю Минимум Шагов 8 Максимум 16 И Разверну Вкладочку Кэш Теперь Я Скажу Чтобы Все Это Бэйкл С Минус 50 Кадра И До 201 Поскольку У меня Композиция Дет 201 Кадр Почему Минус Поэтому Я Иду Вот Сюда И Нажимаю Кнопочку Bake И Моя Симуляция Начинает Запекаться С Минус 50 Кадра Все Забейклось Давайте Посмотрим И Видим Что Наш Объект Уже Лежат И Активненько Падают Вниз Взаимодействуют С лестницей И Все Выглядит Весьма Естественно И Прикольно Единственное Я уже Не буду С этим Заморачиваться Но Было бы Прикольно Набить Сюда Логотип Почта России Потому Что Как По Мне Это Чудесно Мэч С Почтой России Просто Куда Летят Посылки Прекрасно Мы Добились Нужного Результата А Теперь Давайте Включим Рендер Посмотрим Как Все Это Дело Выглядит Уже Даже На Данном Этапе Неплохо Хотя Мы Даже Не Ставили Свет Стоит Лишь Базовая HD Райка Давайте Выключим И Вот Как Это Выглядит На Деле Давайте Развернем Здесь Новую Вкладочку Перейдем В режим Шейдер Эдитора И Перейдем В режим Настройки Мира Теперь Добавляем Ноду Environment Текстур И Далее Нам Необходимо Подобрать Корректную HDRI Карту Подбирать Мы Будем На Сайте HDRI Heaven Нынче Это Poly Heaven Переходим На Вкладку HD Rise И Нам Необходимо Подобрать HDRI Который Будет И По Атмосфере Подходить Под Наш Шот И По Теням Если Мы Посмотрим Крупно Мы Увидим Что У нас Как Таковых Нет Теней Они Очень Размыты И Еле Заметны Соответственно Нам Нужно Найти Подобную HDRI Карту Переходим На Вкладку HD Rise И Начинаем Подбирать Что Нибудь Подходящее Опираемся На Вот Эти Базовые Тенюшки В Принципе Вот Это Похоже Облачное Небо Облачная Погода Но Тем Не Менее День Я Пока Открою Но Скачивать Не Буду Посмотрю Может Есть Что Еще Более Подходящее Вот Это В принципе Тоже Неплохо Подходит Ну И Давайте Возьмем Вот Такой Вариант Посмотрим Что Из Этого Отработает Лучше Я Выберу Разрешение 4K Нажму Скачать То же Самое Сделаю Здесь 4K Скачать После То Как Скачивается Возвращаемся В Блендер И Заносим Сюда Наши HD Я Я Затянул Сюда Две Карты И Начнем С Первой Открываем Выглядит Неплохо Тени Похожи Попробуем Вторую Которая Была Без Окружения Просто С небом Ну И В принципе Тоже Выглядит Неплохо Давайте Посмотрим На других Кадрах Допустим Вот Здесь Смотрим В эту Зону Наверное Остановлюсь Вот На Вот Этой Ждерайке Она У нас По Контрастнее И Видим Не совпало Так Гладко Можно Было Выделить Объект Нажать Control T И Далее Мы Можем Покрутить Нашу Ждрайкарту Так Как Нам Будет Нужно Условно У нас В принципе Достаточно Однородное Освещение Меня Полностью Устраивает Что Получается И Теперь Давайте Отрендерим Наш Кадр Устанавливаем 256 Сэмплов Объект Rigid Переносим Foreground То есть Передний План ABG В Background Поскольку У нас Уже По умолчанию Есть Разбивка На задний И передний План Который Сделал Блендер Когда Собирал Нам Сцену Он Уже Все Сделал За Нас Нам Только Нужно По нужным Коллекциям Все Разместить Ок И Теперь Когда Мы Это Сделали Можем Отрендерить Один Кадр Все Готово И Мы Видим Что Даже Из Коробки Выглядит Все Но Полностью Убирать Не Буду Переходим На Вкладку Motion Blur И Устанавливаем Здесь Одну Десятую Далее Переходим На Вкладку Compositing Здесь Уже Все Собрано За Нас Напоминаю В первом Входу У нас Просто Фон Во Втором Входу У нас С вами Должна Находиться Тень Но Мы Видим Что Здесь У нас Целиком Коробки И В третьем Входу У нас Должны Находиться Только Коробки Без Тени Видим Здесь Коробки Без Тени Но Здесь Вместе С Тенью Зарендерились Еще И Коробки Давайте Посмотрим Почему Переходим На Вкладку Background И Давайте Включим Отображение Вот Этого Параметра И Видим Что У нас У Данной Коллекции Установлена Вот Эта Галочка Она Означает Что У меня Не Будут Рендериться Эти Объекты Но Они Будут Продолжать Воздействовать На Мою Сцену Но Этот Значок Не Стоит У Коллекции Риджит Точно Так Ставим Его И Можем Перерендерить В таком Случае Данная Проблема Будет Исправлена Нажимаем F12 Все Готово Проверяем И Ctrl Shift Клик По Второй И Видим Что Здесь У нас Как Раз Таки Уже С Выглядит Достаточно Неплохо У нас Отлично Сводятся Наши Коробки С Нашим Изображением Но Давайте Накрутим Немного Обработки Я Добавлю Ноду Color Balance С Помощью Которой Крутану Немножечко Контраста Я Приподниму Power И Опущу Немного Slow Далее Накину Ноду Экспозиции И Видим Что Мы Потеряли В Яркости Я Чуть И Верну Буквально На 2 Десятых В Принципе Теперь Сходятся Давайте Посмотрим Было Так А Становится Чуточку Контрастнее Хорошо Теперь Давайте Если Мы Приблизим Сильно Вперед Мы Увидим Что У нас Объекты Более Четкие Чем Наше Видео Давайте Немного Их Подблюрим Я Добавлю Ноду Blur Укажу Здесь Выберу Режим Работы Гауссен И Добавлю Немного Blur Допустим В Троечку Перебор Давайте Перебор Давайте В Единичку Ну и Вот Видим Мы Немного Убираем Вот Эту Digital Четкость И Добавляем Немного Blur Давайте Даже Еще Чуть Чуть Было Стало И Также Можем Посмотреть На Близком Плане Что У нас Здесь Все Также Остается Четеньким Но Было Так То есть Даже Местами Выбивалось По Четкости А Становится Вот Так Отлично И теперь Давайте Добавим Искажение Объектива По Идеальным Правилам Нам изначально Нужно было Считать Искажение Объектива Убрать Эту Дисторсию Сделать Трекинг Наложить Графику А потом Поверх Графики Нашего Видео Вернуть Эту Дисторсию Чтобы Все Было Естественным Образом Но Это Достаточно Сложно Реализовать В Блендере Поэтому Мы Просто Наложим Еще Одни Дополнительные Искажения Поверх Нашего Изображения Давайте Добавим Дисторсию На Минус 0.15 На 0.15 Немного Видим Открывается И Также На 0.15 Я Добавил Хроматических Аберраций В нашу Сцену Видим Что Получается И Теперь Также Попробуем Накрутить Какую Дополнительную Общую Для всего Изображения Обработку И Также Я хочу Сделать Свои Тени Возможно Потемнее Более Заметной Для Я Фактор Выкручив В двойку То есть Смотрите У нас Идет Оригинальное Изображение Поверх Которого Накладываются Тени По умолчанию Здесь Единица Двойка Конечно Да Многовато Тогда Давайте Попробуем Более Аккуратно Идти Добавим Одну Десятую Вот Тени Становятся Более Заметные Более Темные Я Возможно Немного Уменьшу Вот Так Сделаю И Также Есть Еще Один Момент Наши Тени Сейчас Просто Черно Белые То есть Вот Такие Но У нас Есть Определенный Оттенок У теней И Здесь Нет Как таковых Теней Которые Я могу Заметить Я могу Предположить Что это Теплый Оттенок Поэтому Я Немного Наши Тени Подкрашу Давайте Уйдем Вот сюда Вперед Где Мы Будем Их Видеть И Добавляем Ноду Mix Color И Переводим Ее В Режим Color И Теперь Я Пипеточкой Выберу Вот Такой Коричневый Цвет На Нашей Коробке Посмотрим Как Теперь Выглядят Тени Темновато Давайте Наложим Некую Общую Обработку Добавим Здесь Ноду Также Color Balance Крутанем Общий Контраст Чуть выше Здесь Чуть ниже Здесь Проверим Что Цветовое Пространство У нас Стэйт Стандарт Все Верно Видим То Что Контраста Мы Добавили Добавляем Обратные Экспозиции Чтобы Вернуть Яркость Было Стало Также Я Добавлю Ноду Hue Situation Value И Дам Немного Ситуации Буквально На Три Сотых Думаю Маловато Давайте Дадим Одну Десятую Обратите Внимание Ленд Дисторшн Должно Стоять В самом Конце Я думаю Даже Еще Дам Немного Яркости 1.25 Хотя Лучше Я ставлю На 1.1 И Добавлю Еще Одну Ноду Которая Хью Хью Коррект Я Хочу Сделать Зеленый Более Насыщенным Поэтому В разделе С Ситуации Я Приподниму Зеленый Канал Также Я Приподниму У него Яркость А В Хью Возможно Немножечко Его Опущу Чтобы У меня Деревья Стали Чуть Более Желтенькие Может Быть Наоборот Больше В зелену Будет Приятнее Да Давайте В зелену Оставим Примерно Вот Так И Теперь Поработаем С Нашими Коробочками Они У нас Темноваты Я Иду В Элью У У меня Есть Красный Канал Я Начну Немного Поднимать Элью Напоминаю Эта Яркость И У меня Здесь Соответственно Становятся Они Более Светными А Ситуацию Я Немножечко Опущу Именно У наших Коробок Готово Вот Что У нас С вами Получается Без Обработки И С Обработкой Картинка Стала Чуть Приятнее Теперь У нас Все Идеально Вписано И Мы Готовы Рендерить Финально Наше Изображение Конечно Можно Закомпозить Его Ставим Эту Историю Для Дальнейших Уроков Не Будем Этот Перегружать Давайте Проверим Финальные Настройки Рендера И Отправим На Рендер 256 Сэмплов Более Чем Достаточно Разрешение У меня 4К 256 Сэмплов Этого Более Чем Достаточно Включенный Denoise Тут Я Ничего Не Денойзю Motion Blur Минимальный Одна Десятая А В разделе Film Стоит Галочка Transparent Цветовое Пространство Стандарт Больше У меня Здесь Ничего Не Интересует Выбираем Место Куда Будем Экспортировать И Делаем Рендер И Давайте Посмотрим Что У нас С вами Получилось Симуляции Как обычно В блендере Есть Определенные Вопросы Она Не Совсем Корректная Наши Коробки Слишком Скользят Но Это Вам А не Гудини Это Просто Симуляция В блендере Главное Это То Насколько Наши Коробки Отлично Вписаны В пространство Насколько Четко Они Обрезаются Вот В этих Местах По маске Смотрим Здесь Смотрим Здесь Смотрим Здесь Маски Работают Четко Как нужно Shadow Catcher Также Отрабатывает Тени Есть И сбоку И здесь Наши Коробки Строго Взаимодействуют С нашей Геометрией И у нас Нету Никаких Ни Зазоров Ни Каких Либо Огрехов Падая По лестнице Наши Коробки Скачут В общем Полностью Соблюдают Реальную Геометрию Я Вам Настоятельно Рекомендую Попрактиковаться Для начала На подобном Сложном Шоте Именно На этом Что-то Можете Скачать По ссылочке В описании На Boost Подписка Для этого Не нужна Так же Как и Сохранение Данного Проекта Попрактикуйтесь Уделите Время Заморочитесь С трекингом Заморочитесь С подгонкой Геометрии И в будущем У вас Не будет Проблем С подобными Задачами Что ж На этом Мы урок Данные Заканчиваем И увидимся С вами В следующих Уроках Если у вас Есть Какие Вопросы Обязательно Пишите В комментариях Или же В телеграме Ссылочка Будет Тоже В описании Вот Такой Вот У нас Получился Жирненький Урок И на этом Мы с вами Заканчиваем Спасибо За просмотр Надеюсь Вам понравилось Если это так Тогда с вас Лайк Комментарий И подписка На канал Из меня Новый Контент И напомню Что скоро Стартует Шестой Поток Моего курса Блендер Так что Советую Знакомиться С программой По ссылочке В описании И если вам зайдет Залетайте Буду ждать Не забудьте Про промокод Family6 И на этом Все Всем спасибо За просмотр Увидимся На следующей неделе